Создание видео 360 градусов становится все с каждым годом дешевле и дешевле в производстве, но все еще остается, конечно, достаточно дорогим удовольствием. Но загвоздка даже не в стоимости оборудования или монтажа, или недостатка специалистов, которые могли бы работать с этим форматом. Сейчас идет такой период накапливания опыта, а что такого можно показывать в 360 именно в видео, где есть ограничения этого формата, потому что первые опыты показывают, что, конечно, человеку очень тяжело постоянно крутить головой. Мы привыкли к рамке кадра, мы привыкли к тому, что режиссер определяет, что мы видим в данный момент. И вот это то, что все, что происходит вокруг, одновременно видно, и ты можешь переключиться, ты можешь посмотреть, как выглядит не только самолет, куда мы садимся, но и здесь вот у нас грузовичок, который стоит, нас ждет. Вообще, в принципе, для пользователей это непривычный формат, такой экспериментальный, поэтому важно набирать различные сюжеты, пробовать делать в этом формате разные темы, чтобы нащупать, где есть вот специфика этого видео, видео 360. Ну, в данном случае мы с вами можем отправиться и прыгнуть с парашютом. Мы можем посмотреть, как это выглядит внутри кабины. Ну, вот в данном случае, да, вот смотрите, у нас есть, что посмотреть и... Сейчас мы чуть-чуть вернемся. Есть, что посмотреть и в этой части кадра. И вот здесь вот интересное действие происходит. И вот здесь мы можем рассмотреть, как это все выглядит. То есть вот оно, видео 360, и пользователь сам выбирает, где вот эта рамка кадра, что ему интересно, что ему хотелось бы посмотреть. Если, вернее, когда тут ребята у нас прыгают, мы точно так же можем ощутить... Давайте на полный экран сделаем. Можем ощутить полет. На самом деле, конечно же, нет. Но, по крайней мере, представить, как это видится с позиции... Ой, люди летят. Как это выглядит с позиции парашютиста. Есть несколько интересных вот подобных... Подобных видео. Многое связано с полетами. Есть опыты с репортажей новостные делать в этом формате. Но вот с точки зрения смыслов и с точки зрения поиска тематик, конечно же, это такой один из свежих экспериментальных форматов, в которых нет еще устоявшихся правил и нет каких-то канонов. Поэтому, если вас тянет к экспериментированию, то можно попробовать двигаться именно в сторону видео 360. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok